Я думаю, вы ждали в начале этого влога новости о готовом кардигане, но снова нет. И сейчас большая часть выключила влог, а дальше не смотрит. Для тех, кто смотрит, да, сегодня, не помню, какое число, 23, наверное, на ноябре, октябре. Ноябрь близится, это значит, скоро будет год, как куплена пряжа. В общем, девочки, за последние два дня я перевязала планку уже три раза. Мне не нравится все, я понимаю, что я делаю что-то не то. Я полезла на YouTube, на швейные каналы в поисках информации о том же, как строится планка. Посмотрела, что в основном планка, как воронячок, да, воронячок, шалька имеется в виду, что он в основном идет одной ширины, начиная от спинки. И только вот здесь, когда у нас переходит в какое-то закругление, он, убавки начинается, вернее, да, он маленько начинает заужаться. У меня получалось не то. Я вам говорила, что изначально я сделала убавки через каждую, укороченные ряды делала, вот чтобы сформировать эту шальку через каждые 10 петель. Потом я подумала, что, наверное, нужно делать через пять. Начала делать через пять, я почти весь его связала и поняла, что нет, я делаю что-то не то, потому что, получается, сзади уже слишком много, а впереди я еще не дошла, и тут вообще мало получается. Потом я поняла, что мне нужно делать наоборот в месте, где спинка, у меня по полу спицы гремит, сори, по спинке. Мне нужно вообще сделать буквально раз-два разворота и основные развороты уже делать, когда я перейду впереди на полочке. Так начала. Потом я думаю, потом я, значит, несколько сделаю, и потом все мельче, 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 мельче нужно делать убавки, там, через две петли разворачиваться, через три, там, ну, пять-четыре петли по порядку. Я почти сегодня довязала так и сделала даже несколько разворотов в три петли и поняла, что, да, блядь, это не то, ну, что ты делаешь? Тебе нужно, наоборот, как можно меньше разворотов сделать, чтобы увеличить ширину этой планки, увеличить ширину этой шали у этого воротника. Короче говоря, на сегодня у меня руки болят. Я перевязала, и у меня это, ну, не видишь, конечно же, ничего. Рука. Ну, в общем, вот здесь маленько идет уже, как будто бы не совсем вот так ровно, да, а все-таки маленько идет скругление такое. В общем, ладно, я потом оставить еще, наверное, покажу, когда будет побольше, если готово. То есть, суть в том, чтобы сделать мало разворотов до плеча точно. После плеча можно чуть-чуть их делать почаще, но не так часто. Просто дойти вот с этим одним шагом практически до места, где вот начинаются убавки на горловине, это когда мы вяжем, да. И вот в этом месте, там плюс-минус несколько петель, начать делать развороты буквально через, там, две петли и через одну. Таким образом, сделая вот резкое, как бы, вот такое закругление воротника. Пока я для себя, в общем, такое только вывела, не знаю, что получится, потому что сзади уже вот какая высота. Но это не половина, это все-таки будет меньше, потому что планка будет уже, чем вот эта часть. Короче, я надеюсь, что с этого раза теперь у меня все получится. Кстати, сегодня желтым в своем старом свитере, если кто помнит, я вязала его очень давно. Смотрите, какие стали короткие рукава после стирок. Ну, вообще, он так, конечно, подсел, но я его нещадно стирала, стирали в машинке. Это Vita Elegant, кажется, в две нитки, полушерсти. Вот, сижу на фоне белой стены, кстати, которая у меня планируется в дальнейшем стать частью тоже моей вязальной жизни. Короче, если вы видите, вот эти вот квадраты. Это закрашенные квадраты, в общем, это гипсовая стена, в нее были вделаны из стекла квадраты. Я не знаю, как они называются, в общем, блоки эти. Они были синего цвета, синее стекло. Когда я поняла, что мы их не сможем вытащить, никак изменить какие-то другие, я их просто закрасила той же краской, которая красила стены. Довольно плотно закрасила. И, короче, на данный момент наша идея фикс, это я свяжу вот эти квадраты, бабушкины квадраты крючком. Я думаю, они будут серого цвета, наверное, темного, такого какого-то очень стильного, красивого серого цвета. И потом из такого же цвета я планирую связать плед, скорее всего. Вот. Такая идея. И вообще, в идеале, это должен быть мой угол, когда мы тут все в гостиной преобразуем. Я застолбила себе это место. Мне бы хотелось поставить рабочий стол так, чтобы я могла снимать видео как раз с фоном, вот с этими квадратами вязанными. Было бы прикольно, как думаете? Ладно, все. Побежала забереть дочку. Привет! Побежала забереть снова. Сегодня пятница. Вчера я остановилась на кардигане на моменте, когда нужно было делать пуговицы. И почему-то я засомневалась, где начать делать их сверху, первую пуговичку. В общем, написала мужу, на себе сфотографировала, говорю, где делать первую, тут или нет. Он сказал, давай мы примерим вечером, ничего не делаем. Ну и получается, у меня был день, ну ладно, полдня, когда я не вязала кардиган. И я поняла, что мне хочется повязать что-то другого. Прямо сейчас нужно начать это делать. И я показывала эту пряжу и задумку рассказывала в каком-то там прямом эфире, который я парочку делала здесь на YouTube в том числе. Про то, что я бы хотела повязать из нее. Хотя по очереди, конечно, бы стоило взяться за леггинсы полосатые. Но пока нет почему-то. Потому что то, что я сейчас взялась делать, это проще. Надо там сейчас считать, что-то подбирать. Короче говоря, я вчера опомнилась уже к вечеру, когда я извязала моток пряжи. Причем это уже я перевязала. Изначально набрала чуть больше количества петель, чем надо. В общем, это вот такая сиреневая штучка. Больше фиолетовая. Сейчас я остановилась просто, вот буквально сейчас завязала я второй моток. И поэтому на середине ряда. Короче говоря, это будет такая накидка, которая вяжется просто прямоугольником. Потом по краям сшивается, делается шов и как бы отверстие для рукавов. И посмотрим, если останется пряжа, может какие-то небольшие рукавчики получатся. В общем, вот такая штука. Это просто рис один на один. Так, сейчас маленько пересвечивает. Сейчас я попробую сделать потемнее, чтобы было понятнее. Значит, пряжа, смотрите, довольно интересная. В ней 50% шелка и остальное шерсть и что-то еще. Не буду сейчас врать, не помню. В принципе, у меня этикетка рядом. Секунду. Я тут. Это вот такая пряжа. Здесь 53 даже шелк, 36, 12 суперкидмахер и 5 полиамид. Вот такие сиреневые моточки. У меня их 12 штук по 50 грамм. Я планирую все извязать вот в эту накидку. Я сделала несколько образцов. У меня была платочная вязка, лицевая гладь, рис. И еще я хотела попробовать узор. Он у меня очень хорошо смотрелся в образце. Я вязала на канал с уроками. Там в 4 ряда и в 4 петли рапорт. И получается как-то такими колоннами интересными маленькими. Но получилось, что вот на этой пряже уже это смотрелось слишком как-то громоздко. А хотелось именно, чтобы вещь была такая не плоская. А там получился совершенно он плоский. В общем, я подумала, что рис один на один это идеально для этой вещи. Я вяжу спицами вот такие вот. Нет про нового. Это металлические спицы. Это у меня, сейчас вам покажу, пятерочку. Я вяжу на 5,5. Вяжу балдею, потому что они безумно гладкие, скользкие. Такие, знаете, ну они блестящие, прям как такие яркие светятся, да. И порой, если вяжу я вечером и сяду неудачно под лампой где-то, то настолько отсвечивает лампы, что аж в глаза обьет. В общем, надо садиться аккуратнее, думать себя с расположением света. Так что я вчера связала один моток, получается. Сегодня я вот довязала второй. Насмотрела связального ютюба. Меня это прям так, знаете, прям подстегнуло, так вдохновило, так захотелось делать уже, вот делать. В общем, мне очень нравится, как получается. Это больно-таки такая, знаете, сейчас посмотрим, будет ли видно. Получается пушистая такая ниточка. Это вот я просто ее еще провязала. Я не стирала образец никакой, но мне кажется, после стирки будет вообще шикарно. Вот, так что за прошедшие сутки у меня связаны два мотка, начат новый проект. Но кардиган так и не довязан. Сейчас я планирую оставить уже. Я уже, так знаете, маленько насладилась тем, что два мотка провязаны. Уже какое-то, знаете, тактильное такое блаженство получено от этой пряжи. И поэтому надо взяться, добивать то, что есть. Пойду делать дырочки для пуговиц. Сейчас ряд с дырочками для пуговиц. И потом останется несколько рядов, просто чтобы провязать и закрывать. Да, ноябрь близко. Зима близко. Надо заканчивать. Всем привет. Наверное, будет чуть дальше камера стоять. Не знаю, как будет слышно. В общем, освещение у нас не очень. Я включила только один сутбокс. Это проверка такая, контроль моего будущего места. В общем, вот, как видите, тот самый уголок. Все-таки где-то тут я, наверное, буду себе делать свой рабочий столик. Пока тут у меня старый. В общем, второй сутбокс не стал доставать. Проблема у меня тут. Розетки хорошо расположены. Но не знаю, как я буду подключать. И второй момент. Я сижу как раз напротив большого нашего присоединенного балкона. И здесь верхний этаж фактически может наблюдать, что я сейчас делаю. Надеюсь, никто не будет смотреть в окна. Ну, просто особо бокс светит, да, и это все очень ярко. Чем я хотела закончить это видео? Вставки вам постиранного кардигана. Я его закончила. Я закрыла планку. В общем, я ее вязала на 3,5 и закрыла. В итоге сделала полурезинку. Но провязала ее на спицах номер 2. У меня это был такой какой-то спорный момент. Я не знаю, с чего это крошило. По идее, вы, наверное, можно было на 3 или на 2,5. На 2,5 у меня были только одни спицы. Я поэтому решила на двойках. На двойке у меня целых две. Но старалась очень расслабленно все это вязать. В принципе, после стирки все хорошо. Оно, наверное, будет так держать хорошо краешек. Не слишком будет растягиваться. Это, короче, постирала вручную, вручную отжала. Достала старые простыни под одеяльники. В них все это крутила, заворачивала. В общем, он сейчас лежит на сушилке. Под ним включен обогреватель, чтобы это все быстрее высохло. Надеюсь, что все будет хорошо. По идее, ведь это супер-вош. Би-би-би-фулл это супер-вош. И по идее, это все можно стирать в машинке. Вроде сильно в соплю не растянулось все. Сейчас меня, главное, интересует, как высохнуть планка, чтобы она и по краю хорошо подрастянулась, чтобы резинка не съеживалась. И чтобы край закрытой планки тоже хорошо себя повел. В общем, муж ходит уже кругами, как кот вокруг сметаны и ждет. Пудрица, кстати, не пришила, потому что он не заявил, что надо на обратную сторону, когда пришиваешь, маленькую пуговичку пошить. Ну, то есть, не просто ниткой, чтобы была, чтобы с другой стороны маленькая пуговичка, которая лучше это все фиксирует. Но на этом мы остановились. Нужно пойти надеть эти маленькие пуговички и, видимо, синие нитки, потому что синих ниток никаких нет, если только пришивать пряжу и разделять ее. Так, сегодня понедельник, кстати, начались каникулы. Отдыхаем, в школу не ходим. Я сегодня спала, я не вставала в 6.30 утра. И я сегодня подвязала вот эту штучку свою, которую я вам уже показывала. Вообще, спокойный клубок, там, сзади, даже два клубка сзади можно вывязывать. Я присоединила уже новую. Вот такая, получается, большая штука. Очень классная. Она прямо уже вот распушается в процессе вязки. Я думала, что у меня по длине будет где-то метр-метр десять. Сейчас примерно оно метр. Я надеюсь, что он растянется после стирки. Но посмотрю. Может быть, я вывяжу всю пряжу в высоту. И если она будет длиннее, то просто ракурс поменяется, да. Это не будет не широкая часть, это будет, наоборот, высота. Вот, вяжу, наслаждаюсь. В общем, просто полный-полный кайф после кардигана. Так, что я еще хотела рассказать напоследок. У меня появилась вот такая вот подружка. В общем, такой штативчик. Мысль у меня была давно, что надо какой-то маленький штатив, который я бы могла просто быстренько поставить на столе. Или, допустим, взять с собой, когда мы снимаем на улице. В том числе, вот как раз с помощью этого штатива снят, снято то видео, которое было в конце прошлого влога, где мы его фотографировались в лесу. Очень удобно поставил, где нужно. Загнул ноги ему, как нужно вообще. Вот, я изначально хотела купить другую, другой штатив. Горилла Поп, он называется, который вот у него шариками ножки сделаны. Но у нас в местном магазине фотографическом не было таких. И, наверное, таких, каких не надо, такого размера. Вот, я в итоге взяла вот этот, это фуджими, марка фуджими, да. И он мне понравился тем, что он довольно высокий. Ножки у него, как у Горилла Попа, не разъезжаются совсем, но, тем не менее, они вот хорошо стоят. И потом можно развернуть их как угодно. Хорошая длина, чтобы зацепить на что угодно. Вращающаяся вот эта вот головка штативная, на которую можно все прикрепить и повернуть куда нужно. Вертикально, горизонтально. И плюс вот здесь еще такое кольцо, которое откручиваешь. И нужно двигать, то есть, ну, если снимаешь, да, такой проход сделать. Вот, плюс оказалось, что в комплекте к нему идет, во-первых, еще подставка под GoPro, его нету. И вот такой вот маленький держатель для телефона, что тоже удобно. Я сейчас, если что-то смотрю на телефоне, YouTube на телефоне я смотрю в основном, то телефон сюда вставил и вообще просто спокойно себя чувствуешь. Ни о чем не думаю, она вот так вот прикольно складывается. Короче говоря, такая покупка у меня безумно и довольна. На стол вот так много денег, надо сказать. Но очень сейчас пригождается именно в таком блогерском плане, что куда подставить и все прочее. Вот. Так что вот такое у меня будет место мое. Что-то тут уже я не оставляла. Уже полюха насобиралась. Место мое рабочее. Фотоаппарат. Сейчас буду перекидывать фотографии с праздников. В пятницу ходила в основном в садик фотографировать праздник. В садике, похоже, подцепило какой-то вирус. Уже такая какая-то не очень хорошая. Горло начинает побаливать. Так что решила, надо записать срочно, пока у меня нос не стал красным. И я пока могу говорить. Вот. Напоследок еще из-за невязального, что хотела рассказать. На прошлой, по-моему, это было недели. А еще раньше, неделю забыли до этого, я чего-то случайно полезла на сайт кинотеатра у нас здесь в Красноярске. И увидела, пролистывала просто его. И увидела, что сейчас «Матрица» без нового кинотеатра. Что первому фильму «Матрица» 20 лет. И это было для меня прям такой какой-то праздник и шок и радость. Я вызвала мужа, говорю, пойдем смотреть вместе. Но он что-то не захотел. Хотя тоже фильм этот любит. Ну, в общем, я вообще очень такая, очень, не то, что ярая фанатка, но, короче, я обожаю просто эту серию, все эти три фильмы. Но я даже в свое время, когда там, знаете, во всяких, регистрировались в форумах, и, например, блог, когда я делала, там, текстовый, там, о себе, когда пишешь, я писала, что мой любимый фильм «Матрица», я здесь где-то писала. Короче, я решила пойти сама, одна, как раз такое дело, 20 лет фильме, я подумала, посмотрела, почитала. Первый фильм был выпущен в 2009 году, я в этом году заканчивала. Это классно, это обалдеть просто, сколько лет. Купила себе билет на сеанс, который шел на английском языке с русскими субтитрами. Я решила, что уж рассмотреть, посмотреть, на русском я всегда могу посмотреть и так. А тут такой, в общем, вариант отличный. Вот и ходила смотреть. Надо сказать, в зале было, ну, не то, чтобы так много народов, но народ был даже на англоязычном варианте фильма. Получила вообще огромное удовольствие от просмотра, от именно в оригинале, кто как говорит, все эти интонации. В общем, классно, я была впечатлена. Вот, надеюсь, остальные два фильма тоже покажут в кинотеатрах. Раз пошла такая пенка. И, по-моему, еще я выделила у них, что будет показ «Побег из Шоушинка». Тоже в кинотеатрах будет показывать. Короче, прикольно, мне нравится такая тенденция. Какие-то старые хорошие фильмы показывают еще раз на больших экранах. Ладно, на этом все. Спасибо, что посмотрели. Надеюсь, это очень хорошее освещение вас не спутнуло в конце. Я стараюсь входить в режим. Надеюсь, мы увидимся через недельку. У меня так вроде такой запал такой. И, знаете, все стало вдруг резко охота. Так что, да, я думаю, скоро увидимся. Пока. В общем, тут такое дело. Случилось? Мой сын. Все, девочки. В общем, он меня баловат. А дочки как раз. Навернись хоть лицом. Парик. 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 Субтитры создавал DimaTorzok